Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, выкатывать сегодня будем из ангара WZ-122TM, который сейчас есть на продаже отдельно от набора, либо в составе набора вместе с кейлером. В составе набора вместе с кейлером тачка стоит 12,5 тысяч, ну точнее не так, не тачка, набор в целом стоит 12,5 тысяч. Ну а если покупать машину отдельно, то стоит 8,5 тысяч. Я вообще не понимаю этого ценника по одной простой причине, потому что в свое время эта же машина продавалась за 8,5 тысяч в составе практически такого же набора. Почему практически? Потому что в него тогда положили за 8,5 тысяч этот же камуфляж с золотой обут. То есть получается, сам набор стал немножечко поменьше, камуфляж оттуда забрали, а ценник в нем не поменялся. Я считаю, что 8,5 тысяч это все-таки дороговато для данной машины, хотя она во многом хороша, хоть и имеет определенного рода недостатки. Какие именно недостатки, какие позитивы и что она собой представляет, сейчас обязательно будем разбираться с этим вопросом. Но перед этим я хочу поделиться с вами короткой информацией и хочу обратиться к вам с просьбой. Дело в том, что я посмотрел статистику на своем канале и, честно говоря, был очень сильно удивлен. Более 76% постоянных зрителей моего канала смотрят мои видео уже далеко не первый раз и при этом не подписаны на канал. Ребят, давайте будем это изменять. Я стараюсь специально для вас и мне бы хотелось от вас получить определенного рода благодарность. Я не прошу от вас денег, я прошу от вас всего лишь один клик по вот этому желтому шильдику, который сделает вас подписчиками канала и это поможет каналу развиваться, расти. Ну и, соответственно, чтобы YouTube продолжал его все больше и больше популяризировать на платформе. Поэтому спасибо вам большое заранее за то, что вы нажали сейчас на желтый шильдик и стали подписчиком канала. Ну и еще один клик вы можете сделать в своих интересах, это нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Вы все равно их смотрите. Так почему это не делать официально так, чтобы еще и каналу помочь развиваться? Спасибо вам огромное. Что касается машины. Машина спорная и сейчас все обсудим. Орудие, я бы сказал, комфортное. Время сведения не самое идеальное, но приятное. Разброс великоват, но на удивление орудие точное. Урон, я бы сказал, не сильно большой ДПМ, 2000 с копейками. И все это с тем связано, что здесь, ну, очень большое время перезарядки в 12 секунд неполных. Но посмотрите на цифру и вы поймете, что все-таки будем говорить 12 секунд абсолютно честно. Так вот, вот этих вот 12 секунд, ребят, и в основном вызывают определенного рода неприятные ощущения в боях. Все-таки не хватает по КДМ, честно говоря, уменьшения данной цифры хотя бы, хотя бы на 2 секунды. Вот тогда было бы вообще великолепно. Что касается среднего бронепробития, то 203 это маловато. Хотелось бы немножко больше. В целом хватает, но очень часто не хватает против тяжей, допустим. И если вы думаете, что вы сможете это решить скалиброванными снарядами, то отчасти вы правы, потому что будет 213 пробития. Но тогда посмотрите на время перезарядки. Уже практически 13 секунд. И это при том, что с 12 секундами играется действительно сложно. И прям постоянно не хватает каких-то доль секунды для того, чтобы можно было все-таки выстрелить еще раз. Что же касается среднего урона. Здесь действительно цифра неплохая. 400 единиц. Это один из альфачей на восьмом уровне среди средних танков. Альфа такая же, как у СТГ. Но только у СТГ гораздо быстрее время сведения. У СТГ гораздо бодрее перезарядка. Ну, по крайней мере, по ощущениям в боях. Я не говорю о самой цифре. Я говорю о комфорте игры с конкретным временем перезарядки. Перезарядка может быть и 15 секунд. Но при этом вы этого практически не ощущаете. А может быть 8 секунд. И вам постоянно не хватает. Что касается угла склонения орудия вниз. Минус 7. Далеко не самый бодрый угол склонения. Но при этом всем здесь неплохо забронированная башня. И хорошие углы приведенной брони. То же самое касается верхнего бронелиста. Если будете отыгрывать от каких-то неровностей. Опуская орудие вниз. При этом стоит прятать нижний бронелист. Потому что он полностью картонный. Ком башни 2. И они действительно очень больших размеров. Выцеливаются абсолютно спокойно. И пробиваются всеми машинами восьмого уровня. Ну если не всеми. То уж точно всеми на голде. Залегко. Поэтому ребят от башни играть я бы не советовал. И плюс к тому ребят. Стоит обратить внимание на подвижность машины. Но это будем заценивать в бою. Потому что цифра вам ни о чем не скажет. Ну что побежали заценивать. Итак, друзья. Поехали. Дайте, господи. Давайте будем обсуждать с самого начала. Первое. Это подвижность. Подвижность у данной машины далеко не самая лучшая. С места она не срывается абсолютно. И я бы сказал, что в отношении динамики разгона. И скорости передвижения по карте. Максимально на кого она похожа. Это скорее всего на Химеру. Потому что та тоже не сильно бодрая. В отношении того, чтобы шевелиться по горизонту. Что касается орудия. Орудие точное. Сводится не очень быстро, как вы видите. Но при этом обладает действительно парадоксальной точностью. И очень удобно играть на данном танке на дальних расстояниях. Это факт. Что касается минусов. Помимо его подвижности. Это существенное время перезарядки. Которое не то, что оставляет желать лучшего. А оставляет желать, как я уже сказал. Улучшения. Хотя бы на 2 секунды. Тогда было бы куда интереснее отыгрывать. Так. Давайте попытаемся выцелить этого товарища. Блин. Довернулся. Жалко. Сейчас попробуем еще раз. Но опять-таки. Необходимо дождаться, пока полностью перезарядимся. Ну и только после этого уже стрелять. Что касается урона. Урон в основном выходит 380-420. Поэтому можно сказать, что своих 400 среднего действительно машина выдерживает. Это действительно еще один позитив. Это альфач, на котором приятно отыгрывать. Но стоит помнить, что все вот эти его минусы в отношении подвижности. В отношении его не сильной живучести. Потому что машина хоть и забронирована. Но КД, оставляющая желать лучшего, вынуждает очень долго ждать возможности выстрелить еще раз. И вот эти вот моменты, они приводят к тому, что вам необходимо сразу готовиться к геймплею, который машина будет вам предоставлять. Ну и соответственно готовиться к тому, как вам себя необходимо за штурвалом данного аппарата себя вести. Вам необходимо готовиться к тому, что эта машина будет ждать от вас исключительно спокойного геймплея. Эта машина абсолютно не подходит для тех ребят, которые любят такой геймплей, как на Проджете 46. На машине, которая несется, постоянно стреляет. Короче говоря, здесь я бы сказал не так активный геймплей, как пассивный. Просто спокойствие, умиротворение и наброс урона. Вот на это машина действительно способна. Врываться куда-то на ней не получится. Необходимо спокойно подкатиться, сделать свое неприятное для соперника дело. Ну и соответственно отвалить на время довольно-таки долгой перезарядки. Такс, стой. Ну вот вам, пожалуйста, 460 единиц при средних 400. Короче говоря, альфач породистый, что ни говори. Заберем сейчас этого товарища однозначно. Сглазил, сглазил, блин. Можно было на двухсотку добрать его абсолютно спокойно. Так, Прога, не трогай меня. Еще чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. И пожалуйста вам, 390 дополнительного урона. Ну и соответственно приближаемся потихоньку к победе. Ну а может поражению, сейчас будет видно. Так, Прога. Очень не в мою пользу. Очень неприятно. АМХ, давай сделай что-нибудь, я не знаю. Нет, ГСН остался один. Обидно, очень обидно. Жаль, конечно, не вытяну однозначно бой. По Проге дал, к сожалению. Ну не то чтобы промах, но я думаю, вы понимаете, чем я говорю. Не накинул ему, скажем так, урона. Это очень неприятно было только что. Так. Стой, 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 стой. Ну давай с тобой немножко попадаемся, потанцуем. Как бы мне Прогу выманить сюда. Вот теперь она, зараза, выйдет. Понимая, сколько времени у меня на перезарядку сейчас будет уходить. Сразу хочется поживиться. Поживиться ГСНом. Сожрать его. Ну и дожрали. Не хватило времени перезарядки. Обидно, конечно, что бой проигрышный. Но я думаю, что заценить машину нам это все равно позволит. Потому что так или иначе, на любом танке в нашей игре вас не ждут постоянные победы от боя к бою. Я никогда не вырезаю поражение, потому что считаю, что это нечестно по отношению к моим зрителям. Если вы за честность, то лучше подписывайтесь на этот канал, нежели на какой-то другой. Я никогда ничего не нарезаю и не показываю самые красивые бои. 3000 единиц урона, ребят. Да, бой проигрышный, но тачку вам заценить получилось. Как вы видели, даже с кормы были рикошеты. Хотя машина вроде бы не сильно забронирована. Что касается доходности. 61 тысяча с копейками, ребят. И сейчас, секунду, вернемся назад. Посмотрим, с чего мы эти цифры получили. 61 с половиной тысяча это с учетом према-ккаунта. Без према 37. И это, ребят, проигрышный бой. В победном, понятное дело, дали бы больше. Я думаю, что нам еще дали бы тройку-другую медалек. И мне кажется, что мы проиграли явно не потому, что я плохо отыграл или ВЗ плохо себя показывает в боях. Мы заняли первое место в команде по урону с существенным отрывом. Да, было несколько косяков, которые не дали нам возможности набрать больше урона. Что самое парадоксальное, что при спокойной, нормальной игре на данной машине, не торопясь, не выпячиваясь на передовую, а вот как раз в таком спокойном режиме, на данной тачке за бой можно вполне спокойно вывозить по 4 тысячи урона. И я это делал и неоднократно. Короче говоря, ребят, машина действительно интересная. Машина действительно стоящая. Вопрос в том, стоит ли вам конкретно ее покупать. Потому что, как я уже сказал, машина спорная. И зайдет далеко не каждому танкисту. Ну а те, кому она зайдет, а точнее не так, те, кто сможет с ней справиться и понять, как ее максимально реализовать, она зайдет однозначно и будет приносить исключительно удовольствие и довольно неплохие результаты. По результатам практически каждого боя. Вот такой вот он WZM-122TM. И возможно, если бы на основном аккаунте у меня был достаточный золотой запас, я бы себе эту машину приобрел и с удовольствием на ней периодически катался. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.